Добрый день! С вами Лариса Кондрашова. Я хочу пригласить вас на свой семинар-практикум «Исцеление отношений с матерью и ребёнком». Что за исцеление? Разве есть в этом необходимость? Да. И ещё какая? Я практикующий психолог и консультирую и провожу тренинги именно с женщинами. И каждый раз я убеждаюсь, что именно в этой теме заключается ядро, зерно, причина, можно как угодно это назвать, но именно из отношений мама-дочь вырастает и женственность, и взаимоотношения с мужчиной. И из этих отношений вырастает институт красивой, любящей пары, счастливой семьи. А иногда ведь я бываю просто в растерянности от повального одиночества женщин, от их неверия в возможность собственного счастья, от их усталости тащить жизнь на себе и быть зависимой от необходимости зарабатывать деньги. Речь идёт буквально о выживании женственности и сексуальности в нашем мире. Мужчины ищут женщин, а женщины страдают от того, что не могут встретить того единственного. Почему? Ну, во-первых, потому что мужчины ищут женщин, а женщина уже разучилась верить в себя, и поэтому в ней нет ценности. Женщина разучилась принимать мужчину в своё пространство любви, потому что её пространство состоит сейчас из боли и страхов. Женщина не может раскрыться в отношениях, потому что у неё нарос толстый, защитный слой из пережитых ранее обид и потерь. Женщина, в принципе, разучилась быть женщиной, потому что много поколений до её появления на свет все женщины в роду были, по сути, мужчинами. И ещё раз повторяю, что без тонкой, кропотливой проработки отношений женщины со своей мамой нереально освободиться от родительского сценария, который все эти травмы обусловил, заложил на уровне энергии, на уровне бабушкиного и маминого жизненного примера. Невозможно уйти от этой поговорки, что посеешь, то и пожнёшь. На тренинге женщины плачут. Я много лет занимаюсь женскими практиками. Я развиваюсь, я обучаюсь, я тренингуюсь, я чунингуюсь, но я чувствую, что я всё дальше ухожу от надежды, даже надежды создать свою семью и быть счастливой. Но, девочки, вы поймите, надо изменить базовые настройки, чтобы родилась женщина, начала чувствовать свою женственность, а не соперничество и выживательные инстинкты. Чтобы было кому и что развивать, наливать сексуальность яркими оргазмами. А если не разрешены женские родовые стереотипы, то восхитительные женские практики превращаются в тренажёры для захвата мужчин. А это не работает. Женственность, сексуальность и жизнь в любви. В этом я вижу счастливую долю современной женщины. Я сама давно прошла свои самые трудные шаги на этом пути. И сейчас я окупаюсь в любви, в творчестве, в восхищении своего прекрасного мужчины, в восхищении в доброте своего взрослого сына. Много женщин рядом со мной увидели свет солнца и познали мужскую нежность, верность, любовь. И я счастлива пригласить вас на свой абсолютно новый, практический семинар-практикум, в котором самая единственная и самая основная тема – это уйти от маминого сценария и стать счастливой женщиной и мамой счастливых детей. Продолжение следует...